Вот подходит к таким, как вот мужчина. За то, что я сижу в парке, вокруг меня не было в радиусе 15 метров никого. Платье все нормально, только можно не устроиться. Деньги? Очень бы хотелось, но навряд ли. Самое сильное – это Россия. Друзья, всем привет. Ну вот уже ровно два месяца, как мы с вами находимся в этом режиме самоизоляции. Таком нужном, казалось бы, но таком странном, если честно. Многие экономисты мира говорят, что это начало огромного мирового кризиса, тем более в России. Но по телевизору нам, конечно же, говорят, что у нас все хорошо, было, есть и будет. Как на самом деле повлияли эти выходные с сохранением заработной платы, спросим у самих жителей города. Ломоносова. А если вы отвечаете честно, вы забаните меня? Да я не знаю, вот брата родного вызвали, говорят, наполовину будет, он в Питере работает. Вот так. Наполовину платит, да? Ну да, что-то меньше. Так он получает, допустим, 30, а так далее 14, допустим. Очень плохо, два месяца не работаем. Вот то, что на детей приходит, тем мы пытаемся питаться. Два месяца не платят вообще или часть не платят? Вообще никто ничего не платит. А где вы работаете? Да, я работаю неофициально. Как и многие, да, в нашей стране. А как с пособиями? Что, лучше и все? Ну да, вот оформляем сейчас потихонечку, да. По копейку, по копейку. Они нас и кормят сейчас, получается. Ну да, конечно. У всех знакомых там вот. В центре, в торговом многие страдают. Не открывают их до сих пор. Ну, в финансовом плане, как и у всех, наверное, не очень это и хорошо. Но зато я для себя открыла новые возможности. Я научилась шить. Теперь? Нет. Ну, маски тоже. Научилась шить лежанки для животных. Внучке сшила куртку. В общем, проявились новые способности. Зарплате все потеряли. Соответственно, все, кто работал на ИП, например, у меня муж, да, соответственно, он остался без работы какое-то время. Теперь мы ждем, когда это все установится. Поэтому на нас-то сказалось не очень хорошо, скажем так. Тем более на детях, конечно, еще. И дети вынуждены были сидеть в школе. И родители. Дома, да. Дома, в смысле. На дистанционном обучении. И родителям пришлось еще и воспитательную работу, еще и учебную. В общем, возложили на нас по полной. Гулять хочется, а не дома сидеть. В четырех стенах. Ну, иногда гуляем, выходим. Ну, в масках в помещение заходить. В масках тяжело дышать. А комментировать мы не будем. Да, здрасте. Вот ожидали. Тоже сидели в парке, в сквере сидели. Да, сидели. Вот подошли сотрудники полиции. Страв, да? Видимо, да. Много? Неизвестно. Сейчас зашли, пара зашла. Прогулялась вот туда-сюда. Вообще стоят по барабану. А мне говорят, а ты виноват. Я говорю, вот зашли же. Данные граждане прошли сквозь. Что значит сквозь? Они зашли на территорию. За то, что я сижу в парке. Вокруг меня не было в радиусе 15 метров никого. Ко мне подошли полицейские. Сказали, что я нарушаю закон. Немножечко. Где он здесь у меня находится? Сейчас я вам расскажу. От 13.03.2020 номер 121. О мерах противодействия и распространения в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции. Вот я вот противодействую. Я вот харкаю на всех здесь. Вот харкну сейчас и долетит. Да им, банкам вообще без разницы. Вот честно скажу. Ну потому. Потому что многие люди, говорят, обращались в банки и никаких послаблений, то, что там обещал президент. Чуть-чуть надоело, но самозаляция – это нормально. Ну такое себе, да. А ты у них бригадир, да, вообще? Ну, да, я самый главный у них в банде. 800 рублей вчера прислали на маску и перчатки. Все в кармане, все с собой. Никаких, не то, что вот должны были прибавить 150 рублей, там 250 рублей в апреле, ничего не прибавили и никаких двух тысяч. Да, за маски мне заплатили 800 рублей. Сидяло. Все. А маски стоят за тысячу. Работы есть, но как-то мало. Дефицит. Ну так, ничего. А денежки какие-нибудь получили на мелкие? Пока нет. Почему? Потому что не было снился. Да. Замкнутый круг, в ФЦ не работает, снился не сделать. В госуслугах нужен снилс. Ничего не получили. Тупик. Я работаю, у меня работа такая, что... А где вы работаете? Электромонтер. Друзья, если вы, находясь на даче, решите вдруг вырыть какую-то траншею, очистить сточную канаву или просто выровнять земельный участок, то наши друзья с радостью помогут вам в этом. Ведь у них есть настоящий экскаватор-погрузчик. Артем, вот здесь вот раньше был у нас настоящий пруд. Глубина примерно метр. И я даже помню, мы в нем купались и ловили тритонов. Дед мой здесь разводил карасей и чистил этот пруд всегда вручную. Он являлся своего рода таким пожарным водоемом, короче. Как сейчас его почистить, я даже и не представляю, потому что все настолько заросло. Но благодаря нашим друзьям мы в июле собираемся это все дело здесь перекопать, вычистить, и чтобы здесь был опять настоящий пруд. Так что, понимаете, дело сложное. Для страны, во всяком случае, очень сложное. Но есть зато другие проблемы. Вот тут послушал новости. Пьеха переживает, что ее 14-й раз не выбрали почетным гражданином города. Но это парадокс. Аранимбам – это оранжевое дерево. И самое главное, здесь у нас был раньше раскардаж полнейший. Здесь было поле чудес, где памятник стоит и фонтаны. А здесь раньше мотоциклы собирали. Явушки, муравушки. Чизетики. Да, чизетики. А сейчас у нас в Оранимбаме, в Оранимбаме, в Ломоносове. А вообще-то какая. Раньше почта, вот эта почта, вот здесь, где мы находимся. Поверни канал. Поверни, чувак, канал свой. Здесь раньше ребята дрались между собой. А сейчас мирно, тихо. Вообще мирный город, зачетный. Поэтому губернатор города очень хорошо соблюдает порядок. Если учесть, что я уже старый, как мамонт, я 10 пережил этих генсекретарей. Сталина я еще помню. Он в 53-м умер, а мне уже 10 лет было. Так что, вот, например, самый, ну, как пацан, помню, в сталинские времена, 1 апреля как ждали. Не знаете почему? Расскажу. Пошутить? Нет, вы не правы, не пошутить. А что? 1 апреля, тогда телевизора-то еще и не было, это в 52-й год, пей, это самое. Диктовали по динамику, это самое, как, скидка цен на все продукты. И все ухо натягивали, сидели, слушали. Спросите у своих родителей, если они, или у местных, ну, у питерских, у ленинградцев. 1 апреля, что был за день? Все ждали 1 апреля, не знаю как. Ну, в принципе, на меня не очень сильно повлияло, потому что я врач, и даже если я нахожусь на простое, так как я работаю в поликлинике, мне платят 2,3 оклада. Да, и поэтому мы должны с этим справиться. Ну, мне кажется, уже на спад пошли. Ну, да. Уровень заболеваемости. Ну, очень хотелось бы в это верить, да. К тому же уже очень остро чувствуется, как это всем все надоело. Тут еще такая погода, весна, настоящее лето. Вот такой вот у нас, друзья, получился с Артемом выпуск «Экспромт». И знаете, что мы заметили и удивились? Люди, которые говорят о том, что у них проблемы, и сейчас им живется тяжело, денег не хватает, имеют в глазах какую-то надежду и оптимизм. Веру в то, что скоро все будет хорошо. Наверное, это здорово. Ну, а пока мы снимали этот выпуск, ребята из СТО Альфа привели наши машины в порядок. Поменяли масло, помыли изнутри и снаружи. И просили передать, что они по-прежнему работают и ждут вас у себя на Богомиловской 18. График работает тот же. А еще СТО Альфа поздравляет наш город с днем рождения. Обязательно, только не сегодня. Заранее прозвать нельзя. Я живу очень давно в этом городе. Я его очень люблю. И ему посвящаю такие стихи. Арненбаум, город мой, ты часть истории великой. Мы все любуемся тобой. Ты наш, ты многолекий. Пройдем по улицам твоим, листая, как страницы. История страны родной, ведь ты ее частица. Друзья, наша команда тоже поздравляет наш замечательный и самый лучший город на свете с его днем рождения. 309 лет. Арненбаум, Ломоносов, Рамбов. Самый красивый и самый родной. Оставайся таким же зеленым, сиреневым, оранжевым, таким ярким и таким спокойным. Цвети и благоустраивайся. И пусть жители твои будут самые счастливые люди на свете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все то, о чем мы сегодня говорили, в описании этого ролика. Всем пока!